Всем привет! Сейчас собираемся на шопинг. Давно не были мы в Меге и хотим поехать сегодня в Мегу. Хотим заехать в Икеа, походить по магазинам. И сколько я поняла, магазин уже все открытый. Мне нужно купить, посмотреть Миланке кроссовки. Папа наш тоже хочет посмотреть кроссовки, босоножки. На море он свои босоножки вообще убил. Поэтому нам нужно сходить по магазинам обувным. Мне, кстати, сейчас пришла смска в СССР. Скидки большие. Там до 40% на летнюю обувь, на сумки. Плюс еще какие-то дополнительные скидки. Еще хочу обязательно зайти в Икеа. Мне нужна сковородка. И не только в Икеа. Хочу везде посмотреть в магазинах, где продается посуда, посмотреть сковородочку. И в Икеа, я уже говорила, как-то мы отдыхали этим летом в Браво. Мне очень понравились подставки под стаканы стеклянные. Они точно из Икеа, потому что на них было написано, что... Так что надо будет зайти посмотреть, продаются они там или нет. Заказывала недавно вот такую вот расчесочку. Смотрите, какая она крутая. В ЗАКО. Магазин, интернет-магазин. Слушайте, очень хорошая расческа. Кстати, практически все расчески в последнее время я заказываю там. И все они очень удобно. У Миланки, кстати, тоже расчесочка такая с вот такими различными блестяшками, только в виде лапки. Очень удобная расческа. Вот это тоже удобная расчесочка. Так, я сейчас буду собираться, буду краситься. Многие спрашивают про мою косметику. Сейчас покажу, как я крашусь, чем я крашусь. Кстати, после моря я заметила, что я вообще перестала особо красить глаза, не делаю стрелки, не делаю яркие тени, но более яркие. То есть я как бы тени делаю, но более светлые. Итак, для начала я хочу сделать скраб. Скраб для лица. Обожаю скрабы. Знаю, что некоторые пользуются вообще раз в месяц скрабами. Я делаю обязательно где-то раз в неделю, на это же два раза в неделю. На этой неделе я уже делала один раз скраб для лица, и сейчас буду делать скраб. У меня очень-очень-очень много скрабиков, и сейчас-то я думаю, какой же сделать. Наверное, сделаю так. Смотрите, вот это новинка, это увлажняющий скраб для лица с орехами и фруктами. Произведено в Индии. Очень вкусно пахнущий скрабик, мне он нравится. И вот этот скраб тоже мой самый, наверное, любимый все же. Скраб Органик Зоны для нормальной кожи с маслом Жоржуба и эфирным маслом Лаванды. Вот такой скраб тоже крутой-крутой. Кстати, очень-очень вкусно пахнет. Посмотрите, как он выглядит. Так, нужно немножко увлажнить лицо, точнее умыть, и затем нанести скраб. И потом массирующими движениями минутки две-три нужно скрабировать кожу. Теперь нужно вытереть лицо. Но не сильно, в общем, промокнуть лицо. Так, и теперь берем скраб. Совсем чуть-чуть, кстати. Что самое, мне больше всего нравится, что, знаете, он очень экономичный. Его не нужно очень много. Он в меру крупненький. И очень хорошо увлажняет, питает кожу. Эти ароматы масел просто нереально как. Ммм, прелесть какая. И хорошо-хорошо. Делаем скраб. Конечно же, на лбу обязательно хорошо скрабируем. Пишите, как часто вы делаете скраб для лица. На самом деле, не очень много времени занимает. Я говорю, буквально две минутки. Но настолько классный эффект после скраба. Главное подобрать правильно скраб. Нужный скраб. Лучше брать какой-то вот такой вот увлажняющий с маслами. Потому что скрабов очень много. Конечно, у меня есть такие скрабы, которые у меня попользовались. И мне они не нравятся. Я их убрала на дальнюю полочку и не пользуюсь. Есть самые мои любимые, конечно же. И я ими вот, ну, как бы их чередую. Так. Умылась прохладной водой. Теперь нужно протереть лицо тоником. Обязательно перед нанесением крема. У меня вот такой, опять же, органик зоны с эхинацией тоник. У меня такая же есть мицеллярка этой фирмы. Тоже с маслами, с травами. Обожаю. Когда косметику полирная. Протираем лицо. И я буду делать сейчас еще быстренько, буквально 3 минутки массаж для лица. Обязательно массаж для лица. Но перед массажем для лица нужно нанести увлажняющий крем. Так. У меня вот такой крем для век. С зеленым чаем. Это корейский крем. И у нас сегодня на улице солнышко светит. И когда на улице солнышко светит, я обязательно наношу крем с защитным фактором. Здесь у меня фактор 50. Я этот крем брала на море. А вот. Нереально крутой крем. Экстракт там хурмы. Тоже корейский крем. Очень мне нравится. Приятный аромат. Такой легенький-легенький. Чем-то сладеньким пахнет. И знаете, что мне он нравится? В основном солнцезащитные крема. Они очень жирные такие. Этот крем очень быстро впитывается. Прям моментально впитывается. И лицо такое, знаете, получается, в общем, эффект. Матирующий эффект. То есть вообще без блеска, без ничего. Прям нравится этот крем. Так. Теперь нужно аккуратненько растереть крем. Итак, теперь буду делать массаж для лица. У меня вот такой вот скребок для массажа гуаша. Это скребок из темного нефрита. И достаточно, не знаю, трех минут для массажа. Удивить себе. Итак, делаем вот здесь, посередине лба. Делать нужно прям легкими-легкими движениями. Прям буквально еле-еле касаться. Но в любом случае, немножко покраснение есть. Так, потом сделаем перец. На самом деле, очень классная вещь. Прям вот очень классная вещь. Делать где-то в среднем по 5-6 раз. Теперь делаем стиль. По овалу лица. Только ни в коем случае не надавливаем. Просто вот, как бы, еле-еле ведем. Так, теперь ведем кверху. Вообще все движения нужно делать, как бы, вот кверху. Ведем вот так раз наверх. Так же где-то раз шесть. Ну, можно семь-восемь. То есть вот так вот. Еле-еле дотрагиваюсь. Особенно если чувствительная кожа. А у меня чувствительная кожа. Ну что, массаж закончился. Теперь буду начинать делать макияж. Макияж такой легенький-легенький. И все. И отправляемся в Мегу. Наконец-таки. Я уже о Меге, если честно, очень давно мечтала. Вот такой вот тональный крем. Тоже корейский крем. Фактор защиты здесь тоже есть небольшой. 30, если я не ошибаюсь. Да, 30. Очень мне нравится этот крем. Я его как-то советовала. И знаете, что мне потом многие писали, что реально крем крутой. И очень довольны, что я посоветовала этот крем. Ну, знаете, я на самом деле кремом тональным стала пользоваться совсем недавно. Вот. Но перепробовала очень-очень. Где-то вот года как три начала прям пользоваться тональным кремом. Вот. Раньше особо я не пользуюсь. Только по праздникам. Вот сейчас вот особенно я нашла вот этот легкий тональный крем. Его вообще на лице не чувствуешь, во-первых. А во-вторых, это, знаете, защита. Опять же, то есть вот когда солнышко, то есть лицо надо как бы, когда солнышко, лицо надо обязательно защищать. И вот прям полюбила этот крем. Я его вообще на коже не чувствую. Я перепробовала много разных кремов, кремов я не договорила. И не было такого, знаете, прям фаворитов. А этот прям вообще классный респект этому крему. Так. Кстати, крем, как видите, наношу сюда рукой, пальцем. Никогда не пользуешься всякими губками, там, спонжиками. Пробовала. Не знаю, мне больше всего нравится пальцем. Раз-два, и все нанесла. Нет у меня времени возиться с этими спонжиками. Мне больше нравится пальцем. Намного удобнее. Того, как я нанесла крем тональный на лицо, я обязательно увлажняю губы с помощью вот такого бальзама. Опять же, с защитой фактор 30. От солнышка, кстати, очень вкусно. Я уже как-то показывала его. Очень вкусно пахнет шоколадным. Пока буду краситься, губы увлажняются. Затем у меня вот такой вот хайлайтер. Это фирма Катрис. Я беру светлый, прям такой, знаете, у меня, слушайте, кстати, уже заканчивается. Ну, видно, наверное, да, самый популярный. То есть, вот этот мы с Лико вместе пользуемся. Хайлайтер, вот этот самый популярный. Лико еще любит вот этот розовый. Я иногда еще его пользуюсь бронзовым. Вот этот беру. Светлый тон и делаю вот тут вот такую, можно сказать, тоненькую полосочку. Еле-еле-еле. И вот здесь. Так же я делаю под муравьями немножко даю блеск. Бронзовым я делаю вот здесь. Тоже такой небольшой оттеночек, такое сияние. Я буду наносить тени для век опять же фирмы Катрис. Сразу видно, да, самые любимые тени цвета. Так же, как и хайлайтер. Это вот этот цвет и розовый. Опять же, наношу пальцем никаких кисточек. Мне не надо. У меня, кстати, стоит вот набор кисточек. Очень хорошие кисточки. Но я кисточками пользуюсь только когда немного подкрашиваю брови. Брови. Все. Не люблю я тени наносить с помощью кисточек. Все только пальцы. Кто так пишет. Вот такая вот кисточка. С помощью нее я немного выделяю брови. Ну, конечно же, с помощью теней коричневого цвета. Немножко, немножко их затеняю тенями. Совсем чуть-чуть. С бровями все. Теперь нужно будет нанести тушь для ресниц. Тушь у меня магазин фикс прайс. Очень хорошо прокрашивает ресницы, только именно розовая. Потому что у нас есть еще вот такая вот тоже фикс прайс золотая. Но нам больше нравится розовенькая. Столько туши перепробовали. Честно сказать, настолько довольны. Зачем переплачивать, если можно краситься из магазина фикс прайс. Вот этой туши. Причем раньше пробовали, а то кошмар какой-то был. А вот эту тушь мы как-то это Лика совершенно случайно на канал Beauty Leica Life покупала все из фикс прайса и попробовала вот такую тушь. Настолько мы остались довольны. На меня ссыпается. Хорошо прокрашивает ресницы. Кисточка хорошая. В общем, мы удивлены, что фикс прайсе реально такая классная тушь за 99 рублей, если не ошибаюсь. даже 77 рублей. Прокрашиваю реснички. Ресницы прокрашиваю всегда где-то в три слоя. Теперь то ли блеск, то ли помаду. Нет, накрашу губы помадой. Вот такая помада Catrice номер. Она у меня уже заканчивается. Она матовая, очень хорошо ложится. Несмотря на то, что она матовая, она совершенно не сушит губы, выглядит на губах естественно. И очень вкусно, кстати, пахнет и хорошо увлажняет губы. Теперь будем одеваться и поедем на шопинг. Особо мне ничего, знаете, не нужно. Мне, в принципе, все есть. Единственное, что я хочу посмотреть, уже говорила, это сковородку хорошую, никак мы не можем найти нормальную сковородку. и обувь. И папе, Нилане, вот, ну, это, не знаю, Лика, посмотрите, не знаю, Лика там хочет какую-то белую маечку на бретельках под костюм, который недавно заказывала в голубом цвете. И в Икея, обязательно в Икея, за подставочками, там посмотрим сковородку, я уже как-то несколько раз покупала сковородку, мне нравится. Если в других магазинах ничего не найдем интересного, то, наверное, возьмем вообще в Икея сковородку. В общем, очень хочется уже попасть в снегу. Все, всем пока!